Казанский собор, Невский проспект, книжные аллеи. Литература. Там выступают поэты. Так, друзья мои, вот мы сегодня собрались на этом островке культуры. Мы сам маленький островок для Санкт-Петербурга. И мы сегодня поговорим о Сергею Юрьевичем Южском. По книге «Кто держит бал?» Книга библиотечная. Невский 20 я взял. 1989 год. В общем, 300 лет назад. Здесь очень много интересного материала. Фотографии есть. Мы сейчас найдем место потише. И повторим наш эксперимент в летнем саду. Друзья мои, за нами. Вперед. Вперед. Манежная площадь. Фонтан. Да, друзья мои, мы вышли на Манежную площадь. И сейчас вот как раз поднимемся, о, громкими. Поднимемся на третий этаж в кафе, где поговорим о книге Сергея Юрьевича Юрского. Юрского народного артиста. Очень хорошо. Любимого нашего. Он у нас, значит, в 35-м году родился. А в 19-м году, вот совсем недавно, он ушел от нас. Вот. Умер. Но мы его помним. Сейчас посмотрим его книгу. Поднимаемся на третий этаж. Лестница. Домик кино. Лифт. Афиши. Гардероб, в который теперь кафе. Здесь тоже афиши. Сделана шерма. Там и удобство. Раритетные автоматки на проектах. Нежная площадь. Нежная площадь. Надежь. И звезды. Из этого самого фильма. Кавказская пленница. Надеюсь, конечно, плохо. А сейчас темновато. Темновато. Бар. Может кафе. Или даже ресторан. Ну только это как стояло, да? Кто? Где? Ну только что. Вот мы поднялись как раз. Прекрасное кафе. На третьем этаже. Дома кино. И что интересно, смотрите, мы сегодня будем говорить о Сергее Юрьевиче. В Юрском. В Афаине Георгиевне Раневской. Вот это самое. И они же очень много снимались в кино. И вот мы сегодня в доме кино. Вот как здорово. И вышло солнце, кстати. Только что был ливень. Сильный был ливень. Сейчас вышло солнце. Ну что ж, друзья мои. Книга интересная. Еще раз покажу. Кто держит паузу. Пауза вообще в театре, это, конечно, колоссальная психологическая месть. Значит, здесь он пишет и вот об Олеге Басилашвили, и Анатолий Гаричев. Это гримерные было трое. Ну и сам Сергей Юрьевский, когда он работал еще в Большом драматическом театре. Их поездки, конечно, в Японию, когда они ездили на гастроли. Но это особая тоже тема, конечно, большая. Сейчас не будем на ней останавливаться. Там много интересного, даже анекдотичного, так сказать. Даже анекдотичного. Вот. Я сегодня думаю, что мы... Это вот спектакль с трейлера. Удивительное время было, конечно, прекрасное время. Вот они поехали в театр Хаюдзо в феврале 86-го года. Вот. Ну, конечно, в 86-м году поехали в Японию. Это Андрей Александрович, я вам скажу. Здесь он описывает, как работают японские актеры. Вот. Очень интересно. Интересно очень. Какая дисциплина у актеров японских. Это не то, что у наших. О преодолении. Вот японские актеры очень мало говорят на репетиции, а только слушают и пробуют. И никакого вот этого, знаете, что... А мне кажется, что здесь надо сыграть так. То есть они четко выполняют все режиссерские... Ну, конечно, нет. Ну, они тоже, конечно, импровизируют. Но в рамках того, что... И здесь очень интересно. Ну, здесь об Островском тоже мы сейчас поговорим. И, конечно, я все-таки думаю, что мы сегодня остановимся на его встрече, на его работе. Ну, с гениальной актрисой. Вы понимаете, эта актриса, конечно, просто от рождения Паина Георгиевна Раневская. Ну, это... Вот, видите, родилась, была с нами. Она уже ушла от нас. А он ее пригласил на интересный спектакль. Я вам скажу... Вот вы это, Андрей Александрович, как всегда, думаете, что народ, как сказать, не понимает, а он все понимает. И вот Островский, значит, когда написал эту пьесу, а ее название сейчас вам сразу много скажет и нашим зрителям. Ну, вы не трогайте камерку, а то она вообще будет дрожать вся и со мной. Так вот, называется пьеса, Андрей Александрович? Вы успокойтесь. Я сейчас скажу название. Андрей Александрович, я сегодня в ударе просто. Сегодня в ударе. Так вот, называется она «Правда хорошо, а счастье лучше». А? Каково? Вот наш народ это прекрасно понимает. Вот как раз он поставил эту пьесу. Здесь актрисы, хохочут, смеются. И там как раз Фелицату должна была играть Фаина Раневская. Фаина Раневская. Вот я сейчас... Давайте мы сейчас это самое почитаем. Как раз почитаем. Вот конструкция завязки. Ну, мы не будем здесь перебирать тут все, так сказать. Вот. Я только хочу вам рассказать начало, начало. Вот. Ну, там Фаина Герниевна там, он говорит, слушайте, вы же не режиссер. Вы же актер, играете. Играете. Вот. Он говорит, ну, позвольте, Фаина Герниевна, я же буду ставить, так сказать, то, что вы сами хотели там играть. Она говорит, слушайте, отстаньте. Не хочу я играть в ваши пьесы. Вы сами же это сами хотели. Ну, в общем, вот. И вот сейчас мы подходим к такой забавной, забавной сцене. Забавной вещи. Значит, что... Ну, конечно, она стала играть здесь. Раневская ценила, прежде всего, содержание текста. Содержание текста. Фразы, слова, речь ее и на сцене, и в жизни медленная. Раневская немного заикается. Медленность, отчасти, привычное преодоление заиканий. Вот я не знал об этом, кстати. Я об этом не знал. Когда прочитал книжку, я удивился даже, где же она заикалась-то так. Вот. Ну, хотя вот у многих актеров... Вот Черневич, по-моему, у меня тоже что-то там бывает, что... У нас, кстати, прекрасная актриса есть, но она сейчас в сложной такой жизненной ситуации. Анна Денавар. Вот. Прекрасно, талантливая актриса. Она тоже грассирует. Я говорю, это прекрасно. Ну, вот... Она сама францужинка, собственно. Поэтому... Вот. Так вот, в жизни, когда волнуется, и еще когда хочет заикаться, это признак, что собеседник или тема разговора ее раздражает. Раздражает. Заикание, ее месть раздражителю. Иногда она на репетиции вдруг начинала заикаться на тексте Островском. Дойдет до середины фразы и не с места. И не с места. Начинает сначала и опять стоп. Чудовищное буксование на одном слуге. Губы обижены, громадные глаза смотрят обижены. Включен тормоз. Что-то мучает ее. Но раздражитель в ней само. Ей не нравится, как она говорит, не та интонация. Ужасно. Сейчас вот с той проблемой вот прям вообще. Вот. Враневская просто штабно убежала. Но мы не убежим. Будет просто грассировать. Нет, грассировать. У нас она владимет. У нас она прекрасная актриса. Знак неодобрения только. Прекрасная актриса. Но, конечно, капризная. Капризная, капризная. Так, так вот, значит, когда найдется интонация, никакого заикания не будет. Уйдет обида из глаз, они станут сразу веселыми. Вот что она говорит. Я пришла к Павле Леонтьевне Вульф. Она была изумительна. И сказала, что хочу быть актрисой. Это она вспоминает. Павла Леонтьевна удивилась. Ну, вы не можете быть актрисой. Вы заикаетесь. А я сказала, когда я говорю текст роли, я не заикаюсь. И она стала заниматься со мной. А, Юрский спрашивает, а что же это было? Упражнения? Да, и упражнения. Я и сейчас ими занимаюсь. И вот сейчас я вам эти упражнения зачитаю. Вот то, что я, кстати, вставил. Вы помните, когда диктор королевского телевидения говорит свой текст. Дрла, дрло, дрле, дрлу, мне, мне, нё, ню. Повторите. Дрло, 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 дрлу, мне, мне, нё, ню. Блестяще. У вас просто скрытые залежи просто актёрского мастерства. Так вот, блистательно, быстро, чётко, без опинки, так же говорила и Фаина Георгиевна, как вы сейчас. Но быстрота была только в упражнениях. Раневская говорит медленно и не терпит быстро речи у партнёров, у собеседников, начинает переспрашивать, притворяется глухой. Не выносится сокращение. Я к вам приду полвторого. Сра раздражается. Бу-бу-бу-бу-бу. Будем говорить. В половине второго. В половине второго. В половине второго. Раневская повторяется. Историю из её жизни я слышал по многу раз. Я неудачница. А знаете, когда я это поняла? Очень давно. Я две ночи стояла в очереди, чтобы купить билет на Шаляпина в опере Зимина. Замита опера. У меня, кстати, программка, но, правда, конечно, не подлинная, а, так сказать, копия. И купила билеты в первый ряд. Я ждала вечера. Я ждала начала. Я ждала его выхода. И вот он. Очень близко от меня. Я вижу у него странное прекрасное лицо и странные замученные глаза. Оркестр дает вступление. А он. Шаляпин. Молчит. И потом посмотрел на всё вокруг и сказал тихо и с трудом. Не могу. И ушел со сцены. Всё сбилось. Шум. Потом тишина. Вышел директор. По причине внезапной болезни артиста спектакль не может быть продолжен. Деньги за билеты публика может получить в кассе завтра. И мы ушли. Мне всегда не везло. Юрский. Но ведь можно сказать наоборот. Вы видели то, чего никто не видел. Впечатление сохранилось у вас на всю жизнь. Раневская. Пожалуй. Но всё-таки я хотела бы его слышать. И хотела, чтобы он не был таким усталым и одиноким. Вот как высечь. Андрей Александрович. Усталый и одиноким. Мы сейчас, кстати, шли с этого шабаша поэтического. Прекрасный, талантливый актер. Читали, читали, читали. А у меня вот внутри было чувство. Это вот какая-то безумная попытка убежать от одиночества. Вот. То есть там, честно говоря, кроме многочисленных поэтов, зрителей было маловато. Просто даже как бы очень. Ну вот. Мы с вами. И там вот эти три молодых мужчины выгивали. Там сидели. Радостные такие. Рядом из комедии. Продолжим. Другая история. Таирова. Ну, это был великолепный. Алиса Колнина, его супруга, актриса, блестящая, камерный театр. Таирова лишили театра. Это было так несправедливо. Я так любил его, что плакала целые дни. Я так плакала, что друзья сказали мне наконец, Фаина, Фаина, ты заболела, пойди к врачу. Я пришла к невропатологу. Невропатолог. Старая армянка. Андрей Александрович. На что жалуетесь? Я плачу. Так. Давно. Уже неделю. Все время? Да, все время. Почему плачете? Есть один прекрасный человек, и у него неприятности. Его так несправедливо обидели. Так. Как врача должна вас спросить. Сношения были? Что? Сношения были? Что? Нет, конечно. Это прекрасный человек. Я молюсь на него. Так. Значит, обидели ему? Да, его оплачете вы. Да, я и сношения не были. Что вы? Так. Тут он начинает писать. Я заглядываю и вижу крупными буквами психопатка. Я засмеялась и не могла остановиться несколько дней. Друзья сказали, Фаина, ты просто сошла с ума. Нью-Йоркский. Я слышал эту и другие истории по много раз. Сначала бывали разные. На этом я и ловился. Раневского. Вы знаете, что такое актерская усталость? Усталость. Я вас спрашиваю, Андрей Александрович. Что такое актерская усталость? О, у нас, кстати, были мы в кафе с этой прекрасной актрисой. Она сейчас уже гитис закончила. Вот. Да. Ну, она сейчас в Москве. Так. Значит, вот она спрашивает, что такое актерская усталость? Вера Макаренко. Да, мы здесь прямо сидели, тоже обсуждали. Она прекрасно играла Нину Заречную в «Чайке». Сейчас немножко внимания на то, что я говорю. Да. Ну, ладно. Вернемся, значит. И вот Раневский продолжает. «Когда душа изнасилована». Я вам рассказываю? Юрский. Нет. Нет. Файна Георгиевна. Раневская. Я две ночи стояла в очереди за билетами на Шаляпино. Я ведь боюсь сцены. Вы замечали? Нет. Боюсь. Я каждый раз заставляю себя выйти и страшно волнуюсь. Однажды я видела, как испугался. Знаете кто? Я рассказывал вам? Нет. Не рассказывали. Кто? Шаляпино. Я две ночи стояла в очереди за билетами в оперу Зимина, чтобы его послушали. И я снова слушаю знакомую историю. Думал, что это возрастная забывчивость. Иногда так оно и бывало. Но иногда Раневская в конце говорил. Я помню, я уже рассказывал вам это. И тут же повторяла последнюю главную часть. Выход Шаляпина и не могу. Она делает громадную паузу перед словами. Вспоминает, вживается, показывает и перевоплощается одновременно. Это не просто рассказ факта. Это исполнение. И именно поэтому так захватывает каждый раз. Я начал с того, что Раневская более всего ценит содержание. Когда это случилось? Потому что, внимание, сейчас не надо. Посетили приходят, уходят. Молодые актрисы. И очень молодые актрисы. Сейчас внимание на главный режиссер. Так вот, Раневская более всего, значит, оценила содержание. Но вот содержание известно мне дословно. Смысл короткой истории вполне понятен. И однако в пятый, в десятый раз, в рассказе один на один, без новых зрителей, возникает колоссальное напряжение. Заново. Как будто не она, не я ее слушат. Не знаем, чем кончится. Медленно падают слова. Тяжелые, звучные. Пауза. Глаза наливаются тоской до краев. Большие, выпуклые, все разглядевшие и обратившиеся вовнутрь. Вздох. И тихое. Не могу. Глаза закрываются. Или армянка-доктор. Ну, сколько же раз можно смеяться, если все известно. Оказывается, сколько угодно. Интонации так найдены, при этом так подвижны в нюансах, что всегда есть чудо-сочетание монументальной сделанности, непосредственно новизны. Раневская ценит содержание, но не фабулу. Фабула всего, что она рассказывает, да и большинство ее ролей, просто для элементарности. Содержание. В мелодии, в интонации, в ритме, в паузах, в подборе слов, в темпре голоса. Фаина Георгиевна читает мне с листа сцену из заката. Бабель. Диалог Менделя Крика и Конюха Никифорова. Медленно, надкусывая слова, она рождает интонацию грозного, смертельно опасного приказа. Я не знаю, кто из актеров, мужчин, мог бы выразить эту невероятную силу, мощь. Раневская читает по-французски свое любимое стихотворение Верлена. Молчально. Читает подряд четыре раза. После чтения спрашивает стревожного. Сейчас было хуже? Хуже? Я знаю, я не умею читать одинаково. Надо так, опять читать. Иначе в окраске, чуть иначе в темпе, чуть светлее, чуть печальнее, чуть остраненнее. Но главная мелодия, ее открытие в этом стихотворении звучит всегда. Это мелодия, это интонация, ключ к содержанию, отбирается дверь. И там, где другому покажется лишь неглубокая ниша, подумаешь, стихотворение в 12 строк. Открывается лабиринт пещер, комнат, залов и тайников. И каждое новое исполнение, пусть всего лишь для одного слушателя, пусть наедине с собой, движение вглубь смысла. Вот оно, актерское мастерство искусства. Дальше я хотел бы остановиться на том, как она работала непосредственно в этом спектакле. Друзья мои, тут я отметил, тут я отметил. А, вот, вот как раз это самое, да. Значит, ну, я там напомню, что сюжет прост, в общем-то, как и многое у Островского. Молодая девушка из обеспеченной провинциальной семьи. Ну, такая элита городская. Значит, мать, мать там держит, так сказать, как бы, всех держит. Мать, так сказать, вот. Она, естественно, хочет выйти в свою дочь достойного человека. А она влюбилась в приказчика, молодого, прекрасного человека, но достаточно, так сказать, в общем, никакого, да, то есть, вот. И, значит, она, а нянька, которая всю жизнь воспитывала вот эту девочку, она, значит, хочет ей помочь. И придумала пригласить того, в кого она была влюблена, вот эта мать, да, старый солдат такой, заслуженный солдат. Вот она его пригласила, и он, так сказать, она тоже чувствовала ее, и, в общем, так сказать, все закончилось хорошо. Кстати, эту пьесу он сначала хотел назвать «Райские яблочки». «Райские яблочки». Ну, вот, давайте сейчас попробуем. Попробуем сейчас. Вот. Ну, вот, так сказать, здесь девушку зовут Поликсен. Ну, это, в принципе, вот, это пьеса 1876 года, но она такая современная, ее и сейчас ставят. Часто. Там какой-нибудь синенькой подкрасят волосы, там, Алексеевну сделают какой-нибудь там девочкой Эмма. Вот. Вот. Ну, вот, например, значит, вот самое... Фелициата, Фелициата. Меркулович, ты мешок-то с яблоками убрал бы куда подальше, а то в кустах-то его видно. Глеб. Ну, это, как бы, служащий. А ты почем знаешь, что он с яблоками? Может, там у меня жемчуг насыпан? Фелициата. Не жемчуг, видела я. Мавра Тарасовна. Вижу я, Меркулович, что тебе у нас жить надоело. Оглядись хорошенько. Что у нас в саду-то? Где же яблоки-то? Поликсен. Точно. Яблоков уберечь не можете, а хотите, Мавра Тарасовна. Это ты что же, миленькая, с кем так разговариваешь, ты мать? Вот. Ну, здесь, конечно, вот этот сад Барабошевых, то есть, вот, центр экспозиции там. Это он ставил вот эту... Сначала он предложил, кстати, сразу скажу так, чтобы... Он предложил, вот, Мавра Тарасова, Мавра Тарасова, это, как бы, центральная такая роль, не считая героиня. Предложил наши, так сказать, вот... Кстати, наши поэтессы читали. Да мне тоже показалось. Да, не показалось, она читала. Предложил, конечно, Раневского, Раневского предложил. А Раневского сказал, нет, хочу играть няньку. А он спрашивает, а почему? Вот. А потому что она добрая. Видите, как прекрасно получилось. Давайте сейчас мы допьем кофе, наверное, пауфи сделаем. 20 минут. Как раз хотел рассказать, ну, точнее, Сергей Юрьевич, так сказать, у нас... Раневского рассказывает, как вот он работал с Ваиной Георгиевной, вот, спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше». Неплохое название, да? К любому человеку сейчас подойти, вот как вы считаете, правда, хорошо скажет, да, да, хорошо, а счастье лучше. И, в принципе, это не только у нас, вот там в Америке подойдешь, вот в Австралии, хоть на Марс прилетай, как спросишь, там тоже скажу. Вот, значит, Фаина Георгиевна спросила Юрьского по телефону. А вы помните пьесу Островского? Правда, хорошо, а счастье лучше? Конечно, Фаин Георгиевна. Хорошо помните? Ну, в общем, я занялся. Я считал себя знатоком Островского, много лет я хотел его поставить, перечитывал многие пьесы, прямо подряд, по полному собранию. Приглядывался к самым необиходным, малоизвестным, а такие, как «Беспреданец», «Таланты и поклонники», «Не было ни грошам», «Да, Алтын», знал почти наизусть. А вот правда хорошо, что-то там про Купчиху Барабашеву, что-то там про Платона и Балексену, все хорошо кончается и все, что-то смутно. Ну, в общем, это уже Раневская, что-то не очень, не очень у вас, хотя приезжайте ко мне и возьмите книжку, она у меня в руках, вот это я и хочу сыграть. Мне посоветовал эту пьесу Владимир Яковлевич Лакшин, ну это тупнейший тоже, конечно, теоретик театра, вообще литературовед, писатель. Вот, прекрасный Купчев, уже ушел от нас. Он замечательный, он лучше всех чувствует Островского. Ну, кстати, Андрей Александрович, вы Островского любите? Александра Николаевича любите? Прямо? Еще актриса подошла. Может, не актриса? Ну ладно, вы уточните. Любите ли вы Островского? Нет, я не спрошу любите ли Островского. Я спрошу любите ли вы Островского, так как люблю его я. Да, да, да. Ну хорошо, так. И, значит, вот посоветовал Лакшина, значит, ей это, да? А вы читали его книгу про Островского? Чудо! Он мне подарил ее, но меня ее украли. У меня крадут все книги, даже с дарственными надписями. Я спросил Лакшина, что бы вы мне посоветовали сыграть из Островского? Он сразу сказал, правда хорошо, а счастье лучше. Я взяла пьесу в библиотеке, мне ее оттуда принесли, и я влюбилась в нее. Прочитайте, это прелесть. Вечером, пишет Юрский, я прочитал пьесу. Странно, но именно ее я всегда пропускал, листая там Островскую. И от названия, и от куцевого списка действующих лиц, и от начальных слов первого диалога веяло чем-то очень старинным, пыльным. Так далеко от нас все эти семейные купеческие неурядицы и благостно благополучные их разрешения. Потом я убедился, что не только для меня, но и для подавляющего большинства интересующейся публики именно эта пьеса осталась стертым местом, пробелась. Никто не ошибается в авторстве, всякий скажет, что это Островский. Никто не скажет, что не знает этой пьесы, что-то смутно помнится, то ли по телевидению, то ли в театре было. Когда-то кто-то ставил или кто-то собирается поставить, но ни один не вспомнит потрясение, как от леса беспреданец, от пучина, от доходного места. Какая-то серединность, умеренность печать улегла на отношение к этому произведению. И вдруг такой восторг Раневской. А увлечь Раневскую не так просто, Андрей Александрович. Скажу определенно, но это не я говорю. Это не я говорю. Крайне трудно. Скажу прямо, почти невозможно. Десять лет со времени постановки пьесы «Дальше тишина» наша выдающаяся актриса не играла ни одной новой роли. Ей слали пьесы «Предложения десятки». Она их отвергала. Последние годы она окончательно заперлась в своей квартире одна, среди множества фотографий ушедших друзей на стенах, среди неорганизованного быта, не всегда прибранных комнат, по которым, тяжело ступая и тяжело дыша, бродит пёс-мальчик. Подобранная ею когда-то непородистая большая собака. Впрочем, заперлась слово «неверное». Дверь квартиры всегда распахнута. Входи, кто хочет, потому что мальчику нужен воздух. Если дверь закрыта, он нервничает и лает. Лает без конца. Дверь распахнута, и по квартире гуляют сквозняки. Фаэна Георгиевна сидит на кухне в своем старом халате и слушает по радио «Рихтер». Первый портепианный концерт Чайковского. Она прочла в программе передач, что будет эта запись. Она ждала ее, готовилась к ней несколько дней и сообщала знакомым, два часа будет играть «Рихтер». Слушайте, она бывала у нее на концертах, а он у нее на спектакле. Она вызывала восторг у самых выдающихся художников нашего века. 20-е годы. Пастернак, Ахматова, Шостакович, Качалова, Хлопков, Ром и еще многие-многие не менее выдающиеся. А теперь она не выходит. Только в театрный спектакль «Дальше тишина» 3-4 раза в месяц. Фаина Георгиевна сидит у себя в гостиной и читает. Читает новую книгу «Лохшина», присланную им. Читает Михаила Чехова «Овидия», читает «Экзюпери» по-французски. Но чаще всего читает Пушкин. Один из томиков всегда под рукой. Я бываю у нее довольно часто. Два-три раза в неделю. Уже несколько месяцев мы вместе ищем пьесу. Обсуждался Горький, которого оба любим, но роль не нашлась. Я принес несколько замечательных, с моей точки зрения, современных пьес, написанных для нее и под несомненным влиянием ее творчества. Она отвергла их. Мне, казалось, недопоняла. А может быть, дело в том, что авторы писали, основываясь на сделанном ею раньше. Не столько для нее, сколько под нее. А Фаина Георгиевна хочется нового. И потом, когда человек ежедневно читает Пушкин, критерии его высокие, а возможно, и недосягаемые. Хороший кафе. Итак, мы обсуждали. Уильямс. Фаина Георгиевна ценит его, но он ей чушь, слишком жестоко, слишком патологично. Есть множество великих ролей, которые нашли бы в невеликую исполнительность. У меня есть еще и жестокий счет времени. Раневской, 85. Шла речь и об Островском. Фаина Георгиевна говорит. Мне его жалко. Он несчастный. Вы видели его глаза на портрете? Он был безумно одинок. Какая ужасная жизнь. Он такой добрый, такой одинокий. Мы перечитывали пьесы, обсуждали и ни к чему не приходили. Ну, правда, здесь не совсем понятно. У меня уже была молодая жена, которую он любил и которая его любила. Ну, по крайней мере, такое видение у нашей великой актрисы. И вдруг этот телефонный звонок, разговор. Дело было в конце июня 1879 года. А пьеса написана в 1876 году. Ну, вы помните, мы как раз обедали его. Александр Николаевич читал открытку. Ну, что делать? Ну, было. В нашем воспаленном мозгу такое. Юрский продолжает. Я читал пьесу с нарастающим интересом. Если проскочить сквозь несколько затянутую экспозицию, начинается что-то живое и манящее. За домашними спорами, вздорами просвечивают, проблескивают и тайны, и страсти, и силы. И драма, да, настоящая драма просвечивает сквозь ткань комедии. И смешно. Очень смешные реплики, куски диалогов, да и характеры такие смешные в своей верности человеческой природе. Смешно не от того, что они веселые и остроумные, а от того, что насквозь видны. Говорят одно, а внутри у них совсем-совсем другое. И оно видно. И в этом контрасте явленного и спрятанного обнажение человеческой природы. Тут уже не частности, не быт, тут судьбы и суть. На следующий день я привез по имени Георгиевне маленькую книжечку библиотеки школьников. Говорю, мне понравилась хорошая пьеса, я бы попробовал ее поставить. Нет, не надо, сказала Раневская обиженно, не надо вас ставить. Почему? Да потому, что она вас не тронула. Вы видите, я испортил библиотечную книжку, я не удержалась и во многих местах карандашом писала, писала, прелесть, прелесть. Вот видите, здесь прелесть, прелесть. Я влюбилась в пьесу, а вы нет, ну и не ставьте. Вы вообще не режиссер, а актер. Вот и играйте себе, а ставить вам не надо. Да как же, Фаина Георгиевна, наоборот, я хочу. Я же говорил, что мне нравится. Да разве так говорят? Вы должны были бежать и крикнуть прелесть. Но я не умею так. Я еще должен подумать, вжиться, побыть с этой пьесой месяц-два, просто знать, что буду ее ставить. Вот к осени, когда вернусь в Москву, может и крикнуть Раневская смеется. Обида, кажется, прошла. А что касается роли, продолжаю я, то уверен, что выбор замечательный. И Мавру Барабошеву вы сыграете великолепно. Голубчик, я не собираюсь ее играть. Просто Юрского выбило, даже не смог ничего сказать, только рассказать. Вы ничего не поняли, опять обижается Раневского. Я Фелицату должна играть, добрую няньку, Фелицату. Как? Но Мавра, это же великая роль. Определяющая, там столько заложено, страшный и сильный характер. Голубчик, вот она не надо мне страшного. Я хочу сыграть добрую, настолько уродов сыграл. Я хочу хорошего человека играть. Но ведь Фелицата совсем не главная роль. А мне не надо главной. Вы забываете, сколько мне лет. Фаина Георгиевна, дорогая. Но я же хочу поставить спектакль для вас, чтобы вы были в центре. А иначе... Она перебивает. Вы знаете, вы очень тяжелый человек. Мы, наверное, с вами не сработаемся. Вы все время спорите. И в пьесу вы не влюбились. Оставим разговор. Пойдемте на кухню пить кофе. Извините за мой развал. Я совершенно неталантливая хозяйка. И приласкайте, приласкайте моего мальчика. Радость мою, мою птичку. Вы знаете, когда я болела, он от меня не отходил. Он жалеет меня. И у него есть чувство благодарности, что так редко в людях. Вы хотите творога? Я сама его делаю из кефира. Это очень просто и вкусно. Я вегетарианка. Не хотите творога? Ну и правильно. Если бы вы знали, как он мне надоел. Тогда пейте кофе. Вот там блестящая сценка, которую вспомнил Юрский. И в этой маленькой сценке такой характер. Такие интересные какие-то обертона, интонации. Прекрасно, прекрасно. Мы помним этих людей. Мы их любим. Друзья мои, ходим в театр. Ходим в театр. Ну, здесь он пишет еще очень интересная глава сейчас. Вот обычно спрашивает. А про что ты ставишь? А про что ты ставишь? И хотя, чтобы одним-двумя словами выразить, так сказать, что... Но он категорически против этого. Вот такого вот отношения. Что значит, что я ставлю? Что я ставлю? Вот мы сегодня, когда были на поэтических чтениях, мы там встретили прекрасную молодую будущую, уверен, прекрасную актрису Лауру Сталь, да? Из Вязников, кажется, да? Она будет поступать в театральный институт. По-моему, это Смоленская область, по-моему. Вот, я к чему говорю? Потому что вот она хочет читать на приемных это самое фантазии и форяти, вот там дела. А я бы ей посоветовал, она вот Настенька в Белых Ночей очень, очень хорошая. Подходящая нам, так сказать, энергичная, но с трассами, конечно. Молодец, молодец, молодец. Ну что ж, друзья мои, давайте все-таки будем любить театр, чтобы не случилось, потому что, собственно, кто-то пьет водку, а кто-то ходит в театр. Вот, друзья мои, ну спасибо большое. Приходите в наш театр. Спасибо, Андрей Александрович, что вы, так сказать, вынесли вот этот вот, так сказать, сегодняшний поход. Спасибо. Спасибо.